Девушки отдыхают Забавно как-то получается, если GTA клонов на мобилке делали превеликое множество, то вот клонов другой не менее крутой игры от Рокстаров я почти не встречал, а может быть просто и не искал, что будет если вбить запрос Red Dead Redemption в маркете? Ну давайте смотреть, сегодня будет просто пиршество хуюнить и подделок, готовьте свои рвотные пакетики, поскакали! Начнем с игры под названием West Mafia Redemption Ух, название-то то, что надо, согласитесь? Я бы сказал прямо то, что доктор прописал И West, и Mafia, и Redemption Что же нас в итоге тут ждет, а? А ждет нас, собственно, порядком посредственная и местами откровенно унылая FPS-ка, где мы играем за безымянного ковбоя, который, ну вероятно, который идет просто убивать Зачем и почему, этой информации мы не дождемся Игру начинаем с ножом, прям пахнуло олдскулом, потом берем ствол и понеслось дикое-дикое уныние на диком-диком западе Небольшие локации для беготни до отвращения скучны, причем разработчики даже предлагают покататься на лошади Правда, в этой игре поездка на лошадке медленнее, чем пешком, но все равно, спасибо хоть за такую возможность В итоге, что же мы имеем? West Mafia Redemption это довольно-таки скучная и убогая стрелялка с туповатыми одинаковыми врагами Самое печальное, даже мизерного сюжета здесь нет, ну а про дух дикого запада просто забудьте Так что не будем останавливаться на этом убожестве и переходим дальше А далее нас ждет игра, которая называется тоже West Mafia Redemption, но не путайте ее с первой Этот экспонат имеет приписку Gold Hunter FPS Game Кстати, после установки игра сменит название на Wild West Hunter, но это так, мелочи Смена названий это классика для подобных говноигр В итоге перед нами действительно некий кривенький сиквел первой игры А может быть даже приквел, а может быть сраквел Хрен их поймешь, если разработчики не удосуживаются накидать хотя бы примитивный сюжет Но это все конечно не важно Сюжет в этой говноигре мы не дождемся, но и грустить по этому поводу не будем Сама с позволения сказать игра практически не изменилась Просто все действия стали проходить в еще более компактных локациях Битвы с враженными стали короткими и яростными Враги стали еще тупее, если это конечно возможно Собственно общий тон стрелялки стал чуть-чуточку веселее и мрачнее Видимо была проведена какая-никакая работа и была попытка сделать что-то лучше своего первого высера Ну и конечно же понятно с первого взгляда, что никакого интереса Wild West Hunter вызвать не может Так что и этот кусок говна обходим стороной В поисковике нашлась и странная игра под названием West Sword Fighter А название уже само по себе напрягает, не правда ли, да? Причем тут битвы на мечах и американский Дикий Запад, спросите вы? Боюсь, что ответ, который вы сейчас видите на своих экранах Не иначе как прогрессирующим маразмом не назвать В больном уме разработчиков неожиданно произошел эпилептический кроссовер В итоге антураж Дикого Запада с классическими кольтами, ковбоями, коняшками, салунами и борделями со шлюхами всех мастей видов Перемешались со средними веками и рыцарями Да, если бы может быть этим проектом кроссовером занимались талантливые люди То получилось бы что-то удобоваримое, а может быть даже и забавное Но то, что вышло в этой игре, игрой-то толком нельзя назвать Ковбой орудует мечом и секирой А безмозглые клонированные рыцари даже не пытаются взять числом И вся эта вакханалия в декорациях маленького городка на Диком Западе Я думаю, вы прекрасно видите, насколько здесь все плохо Скука смертная, а не клон Red Dead Redemption Даже ведьму не дали сжечь и чумой поболеть, ну как так, а? Следующий клон-кандидат на Red Dead Redemption на минималках Называется Cowboy Horse Riding Simulator Итак, Дикий-дикий Запад, мы играем за безымянного ковбоя Который ищет себе на свой ржавый кольт немного приключений И не смотрите на название игры Никакого ковбойского симулятора поездок на коняшках вы не дождетесь Зато тут есть кое-что круче Перед нами самая настоящая попытка сделать осмысленную игру Неудачная попытка, правда, но все равно это уже хоть что-то, что достойно пристального осмотра Но это я, конечно, погорячился Здесь вообще почти не на что смотреть Наш ковбой умеет бегать, стрелять, красться, скакать на лошади Короче, обучен всему, что нужно, чтобы выжить на Диком Западе Ну, по мнению разработчиков И в этой игре, на удивление, тоже дадут помахать мечом Также тут есть и лук Правда, нет индейцев Но, как вы видите, вирус ворованных средневековых ассетов Стремительно врывается в тему игр Дикого Запада Благо рыцарей в этой игре мы не увидим Спасибо хоть на этом В этой игре есть самые настоящие уровни задания Съезди туда-то, сделай то-то, достань что-то Отправь на тот свет кого-то А еще разработчики, видимо, понимали, что делают бездарную, никому не нужную скучную ахинею И решили схитрить Добавить самый беспроигрышный режим Чтобы игроки подольше не удаляли этот шлак со своих девайсов И смотрели тысячи сраных выскакивающих баннеров Разработчики добавили так называемый Open World Псевдо-Open и псевдо-World, правда Кое-как они сделали небольшую, но открытую локацию Классическая пустыня, прерии, маленькие городки И десятки бандитов, жаждущие нашпиговать тебя свинцом Глючно, бездарно и уныло И, конечно же, это не то, что я искал Пора завершать этот абсурдный трип по глючному Дикому-Дикому Западу Но я, пожалуй, сделаю еще одну попытку Знаете, я ждал, что рано или поздно мне попадется какой-нибудь Red Dead Redemption Но нашлось кое-что получше Чудо под названием Wild West Gunslinger Cowboy Rider Звучит неплохо, да? И ковбой, и Дикий Запад Прямые идеальные теги для поиска в маркете Собственно, Cowboy Rider представляет из себя нечто Очень отдаленно похожее на Red Dead Redemption Настолько далекое, что без лупы не разглядеть Мы играем за очередного безымянного суперкрутого ковбоя Который ищет приключений на свою шоколадную звезду шерифа Наш путь начинается в маленьком безымянном городке Собственно, мы свободны в выборе своих действий В некоторых из домиков, где есть специальная подсветка Главный герой может получить задание Опять же, особо бессюжетные, а иногда просто абсурдные Типа, избей трех одинаковых на вид чуваков Убей столько-то бандитов И никакой конкретики Минимум деталей и вообще минимум интереса к этой игре Конечно, видно, что были сделаны заготовки Но заготовки эти так и остались просто каким-то жалким визуалом В салоне, например, нас никто не будет мутузить И не будет мини-игр с выпивкой Или с салонными пробледухами Единственное, что работает в этом городке, это магазин Да, посмотрел сраный килограмм рекламных роликов И получил к нему доступ В магазине есть шляпы и одежда И этот турбодизайн еще можно потерпеть Но вот покупка оружия, это что-то с чем-то Опять нас ждет сраный меч Он словно талисман убогих игр про Дикий Запад Топорик еще есть, парочка пистолетов и револьверов И, внимание, магазин предлагает к покупке МП-40 Ммм, да, немецкий МП-40 на Диком Западе Просто без комментариев, друзья Режим стрельбы, кстати, в этой игре один из худших в истории Он настолько раскалиброван, что просто попасть в скучающего на одном месте безмозглого врага Это дело не из легких Кстати, хотите посмотреть, как выглядит ковбой с МП-40 на Диком Западе? Да пожалуйста, сегодня же просто выпуск одних кроссоверов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Разработчики создали небольшой открытый мир Правда, забыли его особо наполнить содержимым Несколько городков и ферм, да сравнительно большая территория пустыни Все максимально однообразно и уныло Мы путешествуем между объектами либо пешкодралом, либо на своей коняшке Кстати, есть тут и кнопка свисток Вызов лошади путем телепортации из любого места в любое место Ну, вы знаете, эти волшебные свистки Дикого Запада Продаются вместе с МП-40, вероятно Глюки и прочие неприятности еще как-то можно перетерпеть Но вот пройти этот убогий клон, увы, при всем желании нам не удастся Управление просто тупо не позволит стать лучшим стрелком на Диком Западе Даже с автоматом наперевес Собственно, думаю, никто в целом мире по этому поводу не расстроился Ну что ж, на этой игре мы и закончим столь познавательный выпуск Про убогие подделки на тему Red Dead Redemption В конце выпуска еще раз напомню Я создал страничку поддержки на Boosty Так что у кого есть возможность, а главное желание помочь мне и моему каналу То вперед Тем, кто уже подписался, просто огромнейшее спасибо Вот списочек самых охренительных ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому